Итак, в восьмой главе мы отметили с вами, что перед тем, как вступили в металлурную землю, израильтяне получили торжественное напоминание о своих обязанностях. То есть они обещали Богу повиноваться и разделив народ. Иисус знамя половину поставил на горе Ивану, на горе Горисиме стояла другая половина народа, лицом Ковчега, и они вспомнили все то, что уже было сделано ранее. Произнесли и напомнили, как они должны жить. Дальше мы с вами читаем о том, как в девятой главе жители Гаваона приходят к Иисусу Навину и заключают союз с израильтями. жители Гаваона заключают союз с Израилем. Город Долом располагался чуть южнее Гада. И гаванитяни пришли, утверждая, что они на самом деле живут очень далеко и желают заключить союз. они обманывают. Иисус Навин даёт им своё согласие, обещает безопасность. Но, узнав об обмане, он превращает их в врагов. И одни гаванитяния должны рубить дрова и черпать воду для всего израильского народа. 10-я глава рассказывает о битве. 10-я глава повествует о битве при бе-по-роге. Битва при бе-по-роге. 10-я глава повествует о битве. союз с Гаваоном заставил в рабителей Шести городов, образовав оборонительный союз против евреев. Они нападают на Габауру. О чем жители города сообщают Иисусу Павелу. Они сообщают Иисусу Нарину в молях о помощи, то есть Гаванитяне просят помощи у евреев после того, как заключили с ними союз. Иисус Нарин совершает ночной поход и атакует этих царей. Атакуют этих царей в великой битве. Великая битва происходит при Пеппороне. Почему великая? Потому что это был тот самый знаменательный день. Его называют длинный день. Почему длинный? Потому что Солнце и Луна остановились на небосходе по приказу Иисуса Нарина. Поэтому вы теперь знаете, чем знаменательная битва в теме в уроне. Дальше повиснуется о еще одном союзе и захвате Севера. То есть, когда произошло сражение в 10 главе, то мы читаем о первом союзе. То есть, ханатские цари объединились, чтобы вместе противостать еврейской армии. Но Иисус давит их разбит. И, обратившись к Богу за помощью, Он даже приказал в небесах и на небосходе остановилось, и солнце и луна, пока они не истребили всех этих врагов. Но дальше ханатские предпринимают еще одно обмененное усилие против Еврея. И возглавляет второй союз человек по имени Иави, правителя Сора на Севере. Одиннадцатая глава, первый стиль, его имя упоминается в книге Иисуса Нарина, одиннадцать годи. Итак, Иави, правителя Сора, собирает еще один союз против евреев. И выступает плодом Еромским. Это одиннадцатая глава. Но и его войско было разбито Иисусом Нарином, плодом Еромским. Иисусом Нарином, плодом Ермим, плодом Ермимы. Попробуем. Израильтянам осталось лишь на верши завоевания по частям. Но эта их работа не отличалась тщательностью, какую предписывал Бог. Итак, все, что им оставалось теперь, это завоевывать уже по частям оставшиеся в участке земли. Но эта их работа не отличалась тщательностью, какую предписывал Бог. А всегда все, что говорит Господь, очень важно, и словами в начале. Опасность для евреев таилась в дружественных союзах и в перегрёстных браках. Опасность для евреев таилась в дружественных союзах и в перегрёстных браках. Часто христиане говорят, ну вам заветишь, нигде не говорится, что нельзя на них христианских жениться. Обязательно христианина проводить. Часто христиане должны читать не только новых заветов, да и ветхий заветов. Каким проблемам? Пожалуйста, женились, выкалите замуж за христианами, при заветных заветах. Итак, чем опасность стоила для евреев? Заключение союза дружественных и в перегрёстных браках. И вот то, что они не предприняли попытки полностью изгнать колония, в дальнейшем обусловило положение, в котором они оказались. Они не послушали Бога и не истребили, как Он повелевал до конца, не исполнили со всей тщательностью повеления Господа. Они оставили проживать в хананской земле еще много хананеев, различных народов. И поэтому в будущем, когда мы с вами начнем изучать книгу Судьбы, мы увидим, как это все вылится в огромные, ужасные для них проблемы. Итак, раздел земли. После того, как Иисус Знамин сделал невозможное объединенное сопротивление, то есть Он разбит эти два союза канавских царей, Он приступает к разделу земли. Левиты что получили у нас, помните? 48 городов с их предместями, 48 городов с их предместями. Среди этих 48 городов было 6 городов-убежищ, 6 городов-убежищ. Голланд, Ромов, Голландский, Иберсер, Кедес, Сихем, Кемрон. Неважно, как они называются. Самое главное, что они были три города к востоку, в отличие от Анны, и три города к западу. То есть три на одном берегу, а три на другом. Итак, земля была разделена на 12 колен. Вы помните, что Иосиф имел двух сыновей. Как их звали? Ефрем и Манасия. Кто был первенцем? Манасия был первенцем. Хотя Яков, когда благословлял сыновей Иосифа и усыновил их, то он отдал предпочтение Ефрему. Хотя этот был не первенцем, а второй сын у его сыновей. Так-то колена Левина не получила земли. Послушайте, пожалуйста. Подписать пока ничего не надо. Но Яков усыновил Ефрема и Манасию, то земля все равно была разделена на двенадцать колен. Смотрите. У нас, у Иоатова, было сколько сыновей? Двенадцать. У Иоатова. Помните, вы писали? Где Тесла? Кого родила Лия? Кого родила Рахи, Вала и Зелла? Да? Было двенадцать сыновей, но колено Левина не получило. Получается одиннадцать. Но так как Яков усыновил двух сыновей Иосифа, двух сыновей Иосифа, да, Ефрема и Манасию, то колено были все равно двенадцати было. И в частности, я вам прочитаю. Без колена Левина, Рубимова, Симеонова, Иудина, Исаатарова, Завукова, Батанова, Непалимова, Гатанова, Осирова, Евреевого, Манасина, Бенианина. То есть все равно колено было двенадцать. И вот Иисус, Навин, разделяет землю, и перед Своей смертью, перед Своей смертью, Он говорит очень важные слова. В конце Иисуса Навина есть очень популярные, известные, важные для нас слова. В двадцать четвертой главе, в книге Иисуса Навина. Что это за слова? Иисус Навина. Двадцать четвертая главе. Во-первых, во втором стихе, что говорит Иисус Навин ко всему народу? Влад, читайте второй стих. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь, Бог израил, далеко и жили отцы ваши, и изгибы, пара отец Абрама, и отец на хоре, и служили ему подам. Видите, что отцы евреев были долопоконниками и язычниками, но Бог избирает Абрама и отделяет его от семьи этой. Поэтому в 14 стихе, вспоминая историю, что Иисус нами говорит? Бойтесь Бога и служите Ему. И также в 18 стихе, а точнее мы прочитаем сейчас, 15-16, из стихе вплоть до 18-го. Что мы дальше видим? Читайте мы. Если же не угодно вам служить Господу, то отберите себе от мнениях, кому служить богатым, которым услышали отцы ваши, бывшие за рекой, или подам Амариев, в земле, в которой живете. А я и дома будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будем того, чтобы мы в земле поставили Господа и праде служить людям подам. Ибо Господь Бог наш, Он привел нас и отцов наших из земли и единицы, из того, раз, и делал, перед глазами наших, и единицами, и границами нас на всем пути, по которому мы слили, среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и Амариев, живших в всей земле. Так всему и мы будем, Господь, и Бог, Он наш. Видите, что говорят израильтяне в ответ Иисусу нам? Он им предлагает, если не хотите Господу Богу служить, вы имейте себе потом, которому вы имейте служить, пожалуйста. Но что отвечает народ? Нет, мы будем служить кому? Потому что Он, только Он, Господь, Бог наш. Я надеюсь, что и вы, и каждый выбор в своей жизни и служить Иисусу сделает добровольно. Так или нет? Слава Господу! Поэтому, сейчас мы с вами запишем уроки, уроки из книги Иисуса намного. Итак, первый урок. Божий народ способен одержать победу в Иераре. Первая глава Святого по Девятой стихи. Первая глава Иисуса нам. С Пятого по Девятой стихи. Сережа Шапишов нам прочитает. Очень известные стихи, мы их уже не читали. Таким многие другие. Но сейчас мы их прочитаем. Первая глава Святого по Девятой. Святого по Девятой. Все открыты? У всей Библии есть. У кого нет из вас Библии? Ладно. Это чья Библия? Не моя. А ваша, если статистическая? Пожалуйста, не забывай. Я же не ира-тактива, чтобы вас просто ругать. Но я очень хочу, чтобы у нас было слово перед глазами. Перед глазами не компьютерное, не кадры, где слово. Книги. Скоро ведь совсем, наверное, книжки исчезнут. И так, первая глава. Сережа, пожалуйста, с Пятого по Девятый. Их там не стоит под тобою, как все эти люди были. И как я был с Морисеем, так буду не с тобой. Я хочу от тебя, и меня ставлю тебя. Будь четкий, будет сильный. Ибо ты народу этому передашь половинные деньги, которые я придется, а мне передать. Только будь четкий, вот и ты, будет сильный. Читать, наслезись и исполнять весь закон, который завещал тебе мой цель. Страх мой. Не уйдяйся от него ни на права, ни на вера, дабы поступать благородумно, во всех, которые терять, как ты. А не отходит этот вид от законов, а от тут твоей. Но получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что ему написано. Когда ты будешь успешен в церкви, ты будешь поступать благородумно. Но, пьяков мой, убивай тебе, будь трех с его людьми. Не скажи, не буду остаться. Ибо с тобой, Господь, Бог, ты и мне туда не пойдешь. Какие прекрасные слова. Бог заверяет Иисуса Наверное здесь, что Он всегда будет с ним, как Он был всегда с Моисей. Но, от Иисуса Наверное требовалось одно. Что требовалось от него? И уже братья, особенно братья, знают, что самое первое и самое главное, самое первое и самое главное качество лидера Божьего народа является какой? Храни, вполне битвы. Братья, мужество. Если у вас не будет мужества, вы не сможете быть хорошим лидером Божьего народа. И самое главное, о чем нуждался здесь Иисус Наверное, это было мужество. Почему Бог ему снова и снова повторяет, только будет мужество и очень мужество. Потому что, если не будет мужества, то никто и ничто вам не поможет. Ни одно другое качество, ни любовь, ни желание читать или молиться, ничего не поможет, если будет мужество у вас. Потому что служить Богу означает быть очень мужественным человеком, несмотря ни на что и ни на кого, я должен продолжать оставаться твердым и мужественным за своим Господом, следуя. Итак, первый урок какой из книги Сасанарина? Божий народ может и способен одерживать победу чем? Благодаря чему? Все. Если я тверд и мужественен в своем следовании за Христом, если я верю в то, что Он мне сказал, а вера предполагает доверие, значит, я доверяю Ему. Во всем доверять я должен, потому что нет лучшего друга, чем Христом, для меня и как раз давать вас. Тогда все будет хорошо. Испоткарно все трудности. Что в жизни Иисуса Наверное не было трудности? Что в жизни Моисея делала трудности? Еще какие были трудности? Но они оставались тверды и мужественны, потому что они знали, как апостол Павел скажет, но я знаю, в кого я уверовал. И мне очень хочется, чтобы мы с вами все знали, в кого мы уверовали. Кто наш Господь и какой Он? Оксана прочитает нам следующее от речи. Первая глава. Здесь же, седьмой стих, еще раз. Вы готовы рассказать на Иисусе, подоприводчик, седьмой стихи? Оксана. Готовы на фото. Плохо. Плохо, раз плохо. Второй урок. Вопросе повиновения Богу легко впасть в крайности. Вопросе повиновения Богу легко впасть в крайности. Двоеточек. Первая правильность. Крайне правая позиция законничества. Первая правильность. Итак, крайне правая позиция законничества. Первая. Навязывание закона, который Бог не давал. Что такое крайне правая позиция законничества? Это навязывание закона, который Бог не давал. Встречались вам такие? Конечно. Крайне правая позиция. Крайне левая позиция. Крайне левая позиция- либерализм. То есть отстаивание необязательности данной Богом закону. красная позиция. В 1,7 мы видим равновесие. В 1,7 мы видим равновесие, к которому мы должны стремиться. Мы видим равновесие, к которому мы должны стремиться. отстаивание. Два и точки. Не уклоняться, а от слова Божьего ни направо ни на лезь. Не уклоняться, а от слова Божьего ни направо ни на лезь. Поэтому вторая рука будет звучать в тесне, тогда не уклоняйся от слова почвы ни направо, ни налево. Надеюсь, вы все напишите на слово. Третий урок. Божий народ не может одержать победу, если встанет грех. Божий народ не может одержать победу, если встанет грех. История Архана показывает нам это. История Архана показывает нам это. Из-за греха одного человека, вы помните, что произошло со всем народом. Из-за последствий греха одного пострадало сколько, даже погибло сколько людей. Это очень важный урок для нас. Потому что если я буду грешить, то и община вся будет страда, которой я буду поклоняться Богом. Это очень важный урок. Почему сегодня, к сожалению, наши общины не так растут и духовно, и чистно, как бы нам хотелось. И не одерживать многие побед в духовной жизни христиан и вообще община целого. Чаще всего именно по этой причине, потому что встанет грех. Слава Богу, что он сегодня не поступает со мной и с каждым из вас так, как он поступил с охраной. Понимаете? Потому что тогда бы никаких истанов не осталось. Но эта история в седьмой главе, она чему возлучит история Садана? Что грех, он может войти в жизнь человека и жить сделать. Грех может войти в жизнь человека и начать разрастаться. Это здесь же, в этом уроке. Для этого не нужно знать. Буквально для жизни знать. Что грех может войти в мою жизнь и начать разрастаться. Сравните это с Иаковом, первая глава. 14-15 стихи. Максим Дозенкович читает на Иаково первая глава. 14-15 стихи. Что там Иаково пишет в первой главе 14-15 стихи? Какое правило? Ну правда, искушают и уменьшают и окончают собственной похотью. Похоть женщин – врача, 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 врача Вот так, мои дорогие, мудрые. Четвертый урок, последний, который мы будем записывать. В Новом Завете много ссылок на книгу Иисуса Наверное. Мнига Деяния, 7 глава, 16. Деяние 7, 16. 13 глава, Деяние 13 глава, 19. Иакова 2, 25. Иакова 2, 25. Евреям 4, 8. Евреям 11 глава, стихи 22, 30, 31. Иакова 3, 13 глава, 5. Прародительниц Иисуса Христа. История Араа, которая была прародительницей Иисуса Христа, Матфея 1, 5. Матфея 1 глава, 5 стих. Матфея 1 глава, 5 стих. Иакова 3 глава, 6 глава, 5 стих. Иакова 4, 6 глава, 4 стих. Вопросы, пожалуйста, для Индии Иисуса Наверный. Солнце и Луна как-то остановились, для меня это явное чудо. Время неслово в том местности или во всему миру? Что значит Луна? Время остановилось. Значит, если она остановилась, то Луна неслово. Значит, Луна неслово. Луна неслово. Разбивали. Вопросы. Не только под книги Иисуса на армию. Почему же нам это все надо? Нам больше не должно быть. Мы очень часто повторяемся. Поехали. Поехали.